Акварельные рисунки, акварельные портреты лета 2020 года. Привет, друзья! Я Дарья Позняк, и сегодня я хочу показать вам и рассказать, как я рисовала акварельные портреты, что у меня получилось, какие задачи передо мной стояли и так далее. Итак, давайте начнем. Начну с предыстории. Я рисовала серию гризалей, части лица, носы, губы, уши и так далее, в одном цвете, цветом индика. А после этого я сделала несколько портретов гризалью, и после этого я поняла, что пора переходить к цвету. Но цветом в акварели я давно не работала, тем более не работала давно я с портретом в цвете. И мне хотелось получить нечто другое, не так, как я делала когда-то давно. И вот первый портрет, девушка в шляпе. Написала я его очень быстро, но вы можете видеть, какой он маленький. То есть вот моя ладонь. В общем, этим портретом я, в принципе, была довольна. И стала делать следующий. Вот этот. Он как бы чуть-чуть меньше. Видите, по масштабу он еще мельче. Но я в тот момент еще не понимала, что с масштабом для видео какой нужен. Дальше я начала одну работу, я вам в конце покажу, но не успела ее закончить. Какие-то были у меня дела, какое-то было настроение. В общем, мы уехали отдыхать на рыбалку. И там я взяла себе в последний момент несколько листов хлопковой бумаги. Там я работала. И сейчас я вам буду показывать. Первый портрет, который я там написала, видите, он побольше. То есть по размеру это, наверное, примерно А3, чуть меньше А3, чуть больше А4. И здесь, смотрите, в лицо я вводила акварель голубая. Цвет называется голубая. Я через него писала. И вы можете видеть, что, в принципе, здесь он практически в чистом виде ложится. Вот он. И немножечко здесь царулеума в глазах. Следующий портрет. Здесь более мягко получилось изобразить губы. Больше мне нравится, как получился нос. Здесь в лице, в принципе, холодных практически нет. Вот здесь немножко видно голубая. Дальше в лице холодный я даю через смесь краплака с холодным черным. Вот цвет, через который я волосы пишу. Вот этот цвет холодный. Он такой чуть-чуть в бордово-фиолетовый уходит. Через него я даю холодные места в портрете. Переходим к следующему портрету. Здесь я решила в холодных в лице положить через фиолетовый цвет. Через вот такой. Он яркий. Вот здесь проявился брови тоже с фиолетовым. То есть он как бы не смесь краплака с черным, как здесь, такая бордушка. Вот, а здесь именно вот через фиолетовый. Ну, я его уже вот с носа, с глаз я начала. Тут я его уже стала как-то успокаивать. Вот здесь более синеватый у меня вылез. Потому что все равно вроде бы как начинаешь, задача одна стоит. Ты стараешься ей придерживаться, а потом интуитивно ты мажешь. Все равно где-то можешь как-то помазать по-другому. Ну, все-таки я бы сказала, что здесь вот через фиолетоватый. Здесь. Вот так положить, чтобы не прикладывать. Вот так. Здесь я решила никаких посторонних цветов в лицо не вводить. Синих, зеленых, голубых. Никаких таких цветов. То есть я попробовала. Ну, как говорят же, вот что если внимательно срисовывать, то, в принципе, чем отличается профессиональный художник от самоучки. Самоучка будет срисовывать фотографию, и, в принципе, никаких синих, зеленых в лице он, скорее всего, не увидит. Он будет утемнять. У меня муж работает с миниатюрами, он расписывает миниатюры. У него есть такой термин «затемнение и высветление». Он берет средний тон лица, средний цвет, он это называет, не тон, а цвет. И он его либо высветляет, либо затемняет на разных участках. Соответственно, здесь я пыталась примерно по этому принципу, но так как это акварель, я не могу взять средний цвет. Но, тем не менее, в цветах у меня что-то типа неаполитанки. Средний тон у меня это лохо-красное, и темный тон это у меня вот этот вот краплак с черной холодной. И этими цветами я слепила лицо. Мне было интересно посмотреть, будет ли это выглядеть как живопись, или это будет как раскраска. Потому что я сама учеников учу так не делать, и сама стараюсь так не делать, но мне было интересно попробовать самой. Потому что вы знаете, что все моменты я проверяю на себе. То есть вот это вот правило, например, не добавляем черное в акварель, не добавляем белило, или там не пишем яркими цветами, что типа все должно быть таким грязным. Эти все правила я проверяла на себе. И скажу вам, что на самом деле в основном все правила это фигня. Делайте как вам хочется, и чихать на всех. Вот, самый главный результат. Если вас результат устраивает, хорошо. Также я еще хотела добиться в этих портретах более мягких бровей, потому что самое главное на самом деле в портрете, это глаза. Ну если не стоит какая-то противоположная задача. Соответственно, здесь я хотела выделить самые главные глаза, брови сделать очень мягкими, у меня в принципе это получилось. Нос и губы списались неплохо, но у губ немножко вот здесь жестковатые места, видимо, очень жарко было в те дни, когда я писала, у меня очень быстро сохла бумага, я не всегда успевала ее подмачивать. И здесь я сделала волосы по-сухому, то есть я оставляла какую-то прядь сухую, я прорисовала карандашом эти пряди, и когда писала волосы, я оставляла их белыми. И когда уже все волосы были написаны, и фон, тогда я эти пряди чуть-чуть успокоила, а может быть я на первом слое морзнула их какой-то охрой светлый. И потом просто вокруг вот их обходило, а они оставались сухими, поэтому они такие резкие. В принципе, мне это нравится. То есть я это сделала специально, чтобы попробовать. Что я могу сказать про цвет лица? В принципе, как вы можете видеть, получилось очень реалистично. И получилось неплохо, то есть это действительно очень похоже на ту фотографию, с которой я рисовала. И в принципе результатом я довольна, несмотря на то, что в лице у меня нет ни синих, ни зеленых. Но опять же, вот этот вот краплак с холодной черной, он же все-таки холодный получается. Он все равно эти холодные в лице дает. То есть все равно у нас есть теплые, теплые и есть холодные в лице. То есть все равно некая лепка происходит. И вот последний из больших портретов. Я решила сделать его более нежным, чем другие. Усилить то, что девушка у меня блондинка такая рыжая. Усилить это еще светлым фоном, зелеными глазами, и сделать его нежным. В этом портрете еще, чтобы он отличался, я добавляла какой-то церрулеум, что-то вот из этого, и какую-то салатовую, вот из этих что-то. И сейчас я вам их здесь покажу. Смотрите, вот он церрулеум идет, вот она салатовая, блестит там внизу, где-то вот она на первом слое там вплавляется. Вот, и чтобы противовесить эти голубые и салатовые, я вводила не только ухо красным в лицо, но и видите, еще красные у меня прям пошли. Чтобы сгармонизировать, и чтобы лицо не получилось голубым и зеленым. Вот. Опять же, я хотела сделать акцент на глазах. Брови очень мягко я писала, старалась их мягко туда посадить. Губы тоже старалась посадить очень мягко. А теперь я хочу рассказать вам про мою мечту, которая родилась на самом деле много-много лет назад, но я никак не могла ее воплотить, даже начать ее воплощать. Я даже не знаю, почему такой долгий саботаж, и почему, как бы, казалось бы, все просто, я художник, бери и рисую. Ничего подобного. Очень сложно некоторые моменты идут, именно психологически, просто в голове какой-то ступор, и поэтому я и своим ученикам помогаю, и сама стремлюсь идти к цели, к тому, что я действительно хочу. Так вот, у меня была мечта, я хотела рисовать портреты с элементами обнаженки, чтобы, как бы, изображение было очень похоже, реалистично, в каком-то элементе. Остальные элементы, чтобы тонули в акварельных растеках и переливах, то есть, чтобы из акварельного, грубо говоря, пятна, хаотичного такого развода, выступал фрагмент лица, возможно, фрагмент лица с элементами обнаженки или кусок обнаженного тела. В цвете. Вот такая у меня была мечта, и вот как бы как раз, когда я эти портреты писала, мне же, чтобы прийти к этой мечте, я когда начала вот эти грязальные черты лица писать, носы, уши, и когда делала грязальные портреты цветом индиго, я тогда уже помнила, вспоминала про свою мечту и думала, почему же я ее не воплощаю, ведь если она у меня есть, надо как бы этого добиться, и как бы будет сразу радость, и опять же, какая-то новая серия волна пойдет, а я же участвую несколько раз в год в выставках, мне нужно показывать какие-то свои новые интересные серии, и это может быть как раз очень интересно. Вот. И в тот момент я понимала, что прежде чем мне к моей мечте перейти, мне нужно начать писать именно цветом портрет, потому что как я сгрязали, перейду, мне же надо вспомнить, найти, какими цветами портрет писать, потому что никогда я эту тему не прорабатывала. Мои боги, которых я рисовала, там тоже как бы вроде бы как портрет, но они написаны все-таки скорее в тену, скорее грязали, то есть с использованием одного-двух цветов, а именно живопись как таковая в портрете, у меня таких работ очень мало, и они как-то так, ну, случайно сделаны, то есть пошли куда-то на наброски, я там портрет нарисовала, то есть не системно, не выработалась система понимания определенных цветов, через которые нужно портрет писать, как лепить эти объемы, как добиваться сходства, вот такие всякие моменты. И вот, я понимаю, значит, мне надо к цвету перейти, делаю работы в цвете, и как бы вижу, что в принципе результат меня устраивает, и у меня остается еще пара дней до конца нашего отпуска, то есть я сижу в отпуске и могу там работать. У меня остается несколько листочков акварельных, и я думаю, как раз я сейчас на них попробую. И я начинаю делать пробы. Так я бумаги взяла немного, я листы порезала пополам. Вот, вот это моя первая проба, где я пыталась добиться растеков, и в то же время показать кусок лица, но по сути это мой же прием, который я всегда использовала в своих багах, когда одну сторону лица я прописываю, а вторую сторону лица я пускаю в растек. Что в этом портрете меня устраивает? Мне нравится, как написалось лицо. Очень по-сырому, очень мягко, но действительно довольно похоже, и веснушки как бы похожи. Цветовая гамма, губы вообще очень мягко, красиво написались. Здесь еще есть некий вопрос, как это лицо должно вписываться в акварельные растеки, вот этот момент. И главное, что акварель, она же экспрессивная такая, взбалмошная. То есть мы не можем запланировать растек акварели. То есть мы его можем попробовать создать, предположить, что он потечет в нужную нам сторону, определенные силы, создаст какие-то типа растеки-перетеки, но он никогда не потечет ровно так, как мы запланировали, потому что это вода, это краска, и она живет своей жизнью. То есть мы можем предполагать и создать ей какие-то определенные условия, чтобы она сделала то, что примерно мы хотим, но все равно это будет немножко не так, и дальше, доделывая работу, мы должны будем какие-то движения предпринять, чтобы направить ее, перенаправить, доделать то, как она потекла, если мы не совсем так планировали. Вот. В общем, это была вторая проба, я ей очень довольна. И третий пробник. И вот портрет максимально приближенный как бы к тому, как бы я хотела портреты писать. Здесь у меня действительно получилось сделать примерно то, что у меня в голове. Итак, здесь мне получилось добиться растеков, как я хотела, которые как бы под силой гравитации типа текут вниз. Черты лица получились довольно красивые, волосы написались неплохо, лицо по цвету получилось довольно сложным. То есть если там я вам показывала через один там какой-то холодный цвет я добавляла, то здесь у меня много разного в лице оттенков, то есть здесь и через вот эту майскую зелень я писала в лице. И церруле он тут виден. И вот этот вот краплак с черным тоже там как-то залезает. Охрад красный тоже в лице. И какой-то вот фиолетоватый тоже в лице. То есть тут действительно получилось близко к живописи. И при этом очень ярко. То есть вот он прям майская эта зелень. очень ярко она. Я прям ее очень хотела, чтобы она звенела, чтобы она проявлялась. Я хотела как бы разбить вот этот вот стереотип, что типа лицо, оно же бежевое, значит там в тенях могут быть только коричневые. Я хотела тут еще как бы тоже яркость показать, что на самом деле в лице есть миллион разных оттенков и чего там только нет. Вот. Эту задачу здесь тоже получилось в принципе. Вот. Но это все-таки только пробник, можно сказать, пробник того, как бы я хотела примерно, чтобы это выглядело. Поэтому я его не завершала. Как только у меня здесь пошли какие-то хорошие элементы, как только они получились, я обрадовалась и решила его сохранить в таком виде, чтобы не забыть, как это делать, когда я буду повторять. И вот мы приехали из отпуска. Я нашла свою работу недописанную, которую я начинала перед отпуском, третью акварельку в цвете. И я ее сажусь дописывать. Вот такого она масштаба, смотрите. Она у нас побольше, чем первые две малышки. Вот. Видите, она побольше, но при этом она меньше вот этих. На самом деле для видео, для съемки видео, я нашла какой должен быть размер. То есть в принципе это вот примерно где-то опять в него попадает голова, лицо уже с прической, шеей, немножко намечаются плечи. Как бы вот по размеру попадает. Потому что вот эти портреты, они как бы крупноваты, вам под камеру будет мне объяснять, вам будет не очень удобно. Я думаю, что я вот на таком масштабе остановлюсь для съемки видео. Это тоже важный момент, потому что вот такие маленькие, мне тяжело прорисовывать. Но она все-таки чуть больше. Вот. Так что в принципе расскажу вам. Значит, завершать мне было тяжело. Почему? Потому что большой перерыв. Начинала я ее, она была третьей работой, а сейчас она где-то примерно десятая. И много всего было внутри у меня, каких-то поисков, вот в этих работах я нашла. И плюс вот этот вот голубой цвет, он очень активно залился у меня на первом слое, когда я заливала. Я уже ничего не могла с ним поделать. Я хотела сделать более мягкие переходы, но было... полностью не могла добиться, как хотела, но тем не менее. Здесь чему я довольна? Как написались волосы, я довольна. В принципе, как прописалось лицо, я тоже довольна. Немного меня смущают все-таки вот эти вот холодные, которые намазались вначале, и с которыми больше сделать ничего нельзя. То есть я и так максимально их утопила туда. Ну, в принципе, портрет меня устраивает. Здесь на самом деле предполагалось, что это будет ню, с элементами обнаженного тела, но я так долго снимала это видео, и оно по длине получилось таким долгим. Кстати, на ютубе есть полная версия, вы можете его совершенно спокойно посмотреть с моими подробными комментариями. Вот здесь сейчас появится на него ссылочка. Видео получилось почти час двадцать, это только вот на портрет с волосами. Соответственно, если я решу дописывать торс, я видео тоже выложу, но отдельно, потому что час двадцать плюс еще что-то, но это очень долго для просмотра. Вот, поэтому сейчас она пока не дописана, не знаю, буду ли я делать, и я по настроению сейчас работаю. Если вам понравилось это видео, подпишитесь на канал, ставьте лайки, поддержите меня комментариями. И с вами была Дарья Поздняк, до новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!